Продолжение следует... Но сборной России соперник сложный. Действующие чемпионы мира серьезно настраивались на поединок, ведь терять очки им было никак нельзя. Встреча началась по привычной для нас схеме. Соперник атаковал, мы отбивались. На первый перерыв дружины уходили при счете 1-0 в пользу россиян. Однако второй и третий периоды расставили все по своим местам. Белорусы пропустили еще 6 раз и финальная сирена зафиксировала на табло ужасающие цифры 0-7. Помимо чувствительного проигрыша огорчает и потеря Кевина Лоланда, который был заменен из-за травмы. Однако посыпать голову пеплом рано. Шансы на попадание в восьмерку сильнейших у белорусских хоккеистов по-прежнему высокие. Помимо нашего матча, к этой минуте на чешском льду завершились еще три. Их результаты перед вами. А две заключительные встречи дня начнутся, как обычно, в 21.15 по белорусскому времени. Определились первые полуфиналисты чемпионата страны по мини-футболу. Чести попасть в четверку сильнейших удостоились Виттен и Литтсельмаш. Оба клуба праздновали сегодня вторые победы в своих сериях. Витебчане забили три безответных мяча в ворота Гомельского Ветрозя. А команда из Лиды переиграла минскую охрану «Динамо» 2-0. В двух других четвертьфинальных парах все не столь однозначно. Столичные «Мопит» и «Дорожник» добились побед над своими соперниками и восстановили статус-кво в сериях. В понедельник пройдут решающие третьи матчи. Наши спортсмены умеют держать марку и биться за свою страну до последнего не только на спортивной площадке, но и за ее пределами. Их участие в Великой Отечественной войне лишние тому доказательства. О том, как накануне Дня Победы чествовали спортсменов-ветеранов, в нашем следующем сюжете. 74 года назад наши спортсмены без лишних раздумий и колебаний сменили спортивную обувь на сапоги, форму на бушлаты, а спортивные площадки на пыльные окопы. Поэтому триумф победы над фашизмом – это и триумф наших спортсменов. В момент начала самой кровопролитной войны в истории никто из них и не думал о спортивной карьере. Все взяли оружие и пошли защищать свою родину. В Министерстве спорта и туризма в память о тех событиях было организовано чествие ветеранов-спортсменов. Многие из них по сей день в строю и после завершения войны показывали очень хорошие результаты и в спорте. Это и заслуженные тренеры, и спортсмены, целая плеяда знаменитых спортсменов, тренеров, которые сегодня здесь присутствуют. Поэтому, конечно же, хотелось бы отдать им дань уважения за то, что они сделали во время Великой Отечественной войны, уже в мирное время после. Поздравили своих ветеранов и в Белорусском государственном университете физической культуры. Во времена войны студенты и преподаватели этого вуза показали, что защищать просторы родной страны для физкультурников и тренеров – дело первостепенной важности. Наши студенты, насколько я знаю, и наши преподаватели хорошо воевали. Очень хорошо. У нас очень многие наши, и я в том числе, попали в авиацию, потому что мы все заканчивали в Минске аэроклуб. Прыгали с парашютом, надо было ГТО сдавать. И по сей день в этом вузе есть традиция возложения цветов памяти погибшим на войне студентам и преподавателям. Во дворе перед главным корпусом установлен монумент. И каждый год, в канун годовщины Великой Победы, он буквально усыпан цветами и венками. Все это в благодарность от нынешнего поколения за мирное небо над головой. Не обошлось и без творческих подарков. Танцевальный коллектив «Мара» поздравил ветеранов самым ярким и близким для себя способом – танцем. Мы готовились к этому великому историческому событию. И обязательно наш грандиозный творческий подарок, такой знаменательной дате, мы очень благодарны всем тем, кто принес в нашу жизнь мир, любовь, солнце и большое тепло. В такой день обязанность каждого – почтить память наших соотечественников, отдавших многое, чтобы победить в этой страшной войне. В том числе и тех ветеранов, которые спортивным наградам предпочли другие, более весомые. Крепкого здоровья, такой же бодрости духа. Ну и еще долго-долго быть в этом боевом, спортивном строю, чтобы помогать молодежи прежде всего, ну и всем нам. И на сегодня о спорте все. Пусть каждый день приносит вам победа на всех жизненных фронтах. Встретимся в эфире СТВ. СТВ. СТВ.